Доброе утро, уважаемые трейдеры! На тот новостной фон по отчетам, по ожидаемым событиям, которые грядут. Все это делается для того, чтобы мы оставались в курсе основных тенденций на финансовых рынках, мы понимали причины тех или иных движений на площадках и, в принципе, могли с максимальной долей вероятности спрогнозировать, предположить, что с рядом инструментов будет дальше. Большое спасибо тем, кто нашел время присоединиться к прямому эфиру. Соответственно, вы получаете информацию, скажем, прямо из первых рук. Те, кто просматривает уже запись, в принципе, ничего страшного, потому что брифинг, как правило, сохраняет актуальность не только в рамках торгового дня, но и даже более продолжительный период времени. Весь видеоконтент в обновленном формате вам доступен на нашем официальном канале на YouTube Амаркетс, поэтому не забывайте, что достаточно лишь раз подписаться на него и будете получать уведомления о всех видеоматериалах, которые появляются на нем. И зачастую эти материалы даже касаются не только оценки фундаментальных событий, но и работы с рядом инвестиционных сервисов, с анализом к рипторынка, ну и технические нюансы, которые также бывают полезны, чтобы, скажем, знать, как и что действовать, как и правильно работать в рамках личного кабинета. Друзья, первым делом сегодня на открытии недели я признаюсь, что посмотрел на динамику пары доллара против лиры, потому что очевидно, что в конце прошлой недели именно обвалом лиры мы зарядились, обосновав распродажи всех личных активов, панику, которая в основном разразилась на, ну помимо что турецкого рынка, еще и на рынке европейских активов. И поэтому, как только я понял, что девальвация, это даже не девальвация, а сбросы неслыханных масштабов турецкой лиры, распродажи продолжился против основных валютных конкурентов, я сразу же сделал для себя вывод, друзья, что мы начинаем эту неделю ровно так же, как закрыли прошлую. С абсолютного отсутствия интереса к риску, с распродажами австралийца, новозеландца, евро, британца, собственно канадца, ну и остальных активов, которые больше сопряжены с динамикой сырьевых инструментов. И мы начинаем неделю с повышенного спроса на защитных оппонентов этих рисковых активов, среди которых иена, франк и доллар. У каких-то инструментов, безусловно, безопасные качества, качества, из-за которых периодически мы их относим к защитным гаваням, выражены более сильнее. Поэтому, если посмотреть на ту же самую динамику двух защитных инструментов, таких как доллар и иена, мы поймем то, что японская валюта сейчас пользуется большим спросом. Хотя, если посмотреть на динамику доллара, где его конкурентом является не защитный актив, а риск валютный, вы поймете, что спрос на американца так же существенный, потому что рисковые инструменты сбрасывают. Это самая настоящая паника, которая продолжается. Я допускаю, что она может быстро сойти на нет по мере улучшения новостного фона и тенденции, которые раньше развивались, они будут уже не настолько очевидными. Но в то же время нужно признать, что у настолько мощного новостного фона, который сложился сейчас, препятствий локально, ну разве только за исключением внезапной смены настроений, которые пока не предвидятся, препятствий у этих тенденций пока что нет. Я предлагаю действовать, скажем, по тренду и в данном случае не мудрить и не пытаться поднять те же самые рисковые инструменты якобы на донных уровнях. Потому что именно у многих сейчас в голове есть такая позиция, что мы не то чтобы уже, скажем, протестировали, мы переписали годовые минимумы и после таких распродаж должна последовать какая-то коррекция. Если турецкая лира будет также валиться и дальше, друзья, коррекцию мы увидим не скоро, поэтому сейчас нужно выжимать по максимуму из того подарка, который рынок дает и продавать рисковые инструменты и, разумеется, делать ставку на защитные активы. Это полностью соотносится с той долгосрочной идеей, которую мы вообще взяли за основу нашего подхода к тому, что происходит на рынке финансовых инструментов. Потому что, как вы помните, даже до вот этого геополитического кризиса, который сейчас в мировой экономике разразился, у нас были причины, по которым мы верили в рост доллара и ставили на ослабление рисковых инструментов. Я предлагаю чуть сейчас подробнее разобрать. Опять же, конечно же, в ходе этой недели мы будем возвращаться по мере появления каких-то дополнительных новостей, делая более детальный анализ по отдельным инструментам. Сейчас такими крупными мазками предлагаю приближаться по основным инвестидеям. Начнем мы давайте с нефтянки, которая продолжает держаться чуть выше 72 долларов за баррель. Фактически закрыли мы прошлую неделю на отметке 72.89, это по бренду, сейчас 72.55. И пришли к выводу о том, что сейчас все большая часть трейдеров переключается и начинает делать больше акцент на идею роста предложения в мировой экономике. Мы нашли в этом поводы, чтобы все-таки поддерживать и сохранять эту идею в качестве основы для продажа нефти в обновленном новостном фоне, в частности, в росте нефтедобычи в странах ОПЕК, в США, в России. Мы с вами активно обсуждали новый виток торговой войны, эскалации напряженности между США и Китаем, в частности, взаимный ввод новых таможенных пошлин 25% на общую стоимость товаров в 16 миллиардов долларов. Это абсолютно зеркальные меры. Напоминаю, что вступят в силу они 24 августа, то есть, по-моему, в следующую среду или даже в четверг, можете посмотреть, кстати, по календарю. Ну, думаю, что, скорее всего, даже в четверг. То есть, мы с вами ждем, ждем это событие, ждем то, что торговая война, может быть, выйдет на совершенно новый уровень, хотя это уже произошло. Я думаю, что нам не нужно уже обозначать потенциал, возможности его начала, нам нужно лишь быть реалистым и говорить о том, как есть. Торговая война уже началась, отношения оставляют желать лучшего, и поскольку у нас все-таки снова актуальный риск того, что это напряженность, в конце концов, и пересмотр, опять же, торговых отношений, в конце концов, приведет к замедлению темпов экономического роста, мы говорим о том, что это непременно скажется на более низком спросе. На сырье. Уже есть первый сигнал того, что резко сокращается импорт нефти в Китай, в частности, сейчас он находится, мы можем говорить, по итогам, отталкиваясь на статистику, по итогам прошлого месяца, то, что закупки нефти находятся на минимальных уровнях за год, друзья. Это показательные данные, собственно, мы их анализировали со ссылкой на Reuters, я думаю, что это еще один сигнал того, что спросы и предложения, собственно, эти две категории сейчас начинают, скажем так, перезагружаться, баланс явно меняется, этот баланс точно уж не в сторону более высокого спроса. Плюс ко всему, производство нефти неуклонно продолжает расти, у нас есть тоже реальные цифры уже с ссылкой на официальные данные по итогам прошлого месяца, у нас есть прогнозы того, сколько планируется нефти по, собственно, уже в этом месяце, по итогам августа и закрытия летнего сезона. Все это в пользу того, что продажные сделки должны, собственно, сохранять свою актуальность. Данные в пятницу Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов указали на то, что количество буровых выросло снова на 10 единиц, хотя эта статистика не то, чтобы оказала какое-то серьезное влияние на то, что на те настроения, которые были по факту роста добычи нефти США, потому что буквально в начале прошлой недели мы получили с вами доклад тоже с цифрами от администрации аналитической информации, что в будущем году в Штатах вовсе будет добываться 12 миллионов баррелей нефти в сутки. Соответственно, друзья, я сейчас по нефти лишь стараюсь убедить вас в том, что вот текущего новостного фона, его, в принципе, предостаточно, чтобы ставить на ослабление нефти. Я вот для себя выбрал в качестве целей, которые, на мой взгляд, являются весьма, ну, вероятны как уровень. Это 69 долларов за баррель по бренду и считаю, что в ближайшие пару недель мы до этой отметки с вами доберемся. Поэтому давайте сохранять свой медвежий прогноз по рынку нефти и, собственно, ждать, к минимуму, данного ориентира. Рубль 67,70, собственно, также с нетерпением жду открытия сегодняшних торгов. Думаю, что давление на рубль сохранится, потому что причин для паники в рамках российского валютного рынка очень много. Это и, ну, тоже, скажем, сброс валют развивающихся рынков, девальвация, которая по принципу цепной реакции сказалась на бегстве от риска и на других рынках, и в рамках других экономик, российская экономика тоже, в том числе, санкции, о которых мы тоже говорили, детализировали, опять же, что это за меры, как они могут сказаться на, собственно, курсе российского рубля. По нефти у нас ожидания только лишь медвежие, да и по доллару, а сейчас, если уж говорить не про перспективу повышения процентной ставки, о которых я так люблю рассуждать, ну, хотя бы даже просто взять его защитные свойства, исходя из того же самого турецкого вопроса и исходя из факта роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Поэтому у доллара тоже множество сейчас аргументов, чтобы продолжать расти, особенно после таких, против таких дешевых валютных инструментов, как тот же самый рубль. Поэтому с учетом того прессинга, с которым столкнулся рубль на неделе минувшей, друзья, я думаю, что в качестве цели уже фактически мы обязаны с вами ориентироваться на 70 рублей за доллар. Доллар и японская иена. В двух словах уже, в принципе, были обозначены ожидания по доллару, да и, в принципе, тому, что может произойти с той же самой японской иеной, исходя из защитных качеств. Сейчас котировки у нас чуть выше, собственно, 110. Я предлагаю в случае коррекции и снижения курса доллара только потому, что японская валюта сейчас локально пользуется большим спросом покупать эту валютную пару с отметки 110. Это сделка buy limit. Причин для того, что доллар, в конце концов, все же выйдет на совершенно новые орбиты, высокие даже против японской валюты, они связаны с сильными макроэкономическими данными, которые влияют на решительность резерву. Очень важный отчет у нас вышел в пятницу. Это данные по инфляции. 2,9% в годовом выражении. В принципе, то же самое значение, что и месяц назад. Гораздо выше целевого ориентира. Базовая инфляция также держится выше целей 2%, 2,4%. Показатель по индексу потребительских цен. Это, по-моему, самый лучший показатель инфляции, базовый СССР 2008 года. То есть, представляете, какой исторический у нас рекорд за 10 лет. И все благодаря, опять же, тем действиям, которые пусть и столкнулись с массой критики, но действиям все-таки реформаторского характера со стороны Трампа. Не будем сейчас, опять же, слишком глубоко копать, говорить о том, к чему, в конце концов, для американской экономики приведет рост государственного долга, дефицита бюджета, потому что, на мой взгляд, сейчас это не так уж и важно. Все-таки, с учетом такого роста американской экономики, можно предположить, что и для вот этих двух спорных моментов будут соответствующие блага, и американская экономика, в конце концов, найдет средства для того, чтобы остаться на плаву. По крайней мере, мы видим то, что более надежных инструментов, чем те же самые трежи, на рынке по-прежнему нет. Спрос на них довольно существенный. Доходность тоже прекрасная, она сопоставима с доходностью, но отчасти, которую показывает американский фондовый рынок. Поэтому приток капитала, он будет продолжаться, скажем, в активы, которые номинированы в долларах. Ну и в связи с этим, друзья, вы понимаете, как это будет влиять, собственно, на курс американской валюты. Если бы у нас сейчас не было вот этого форс-мажора, он довольно обширного фона. Это отношение Китая-США, это турецкий вопрос, это еще иранская тема. Я думаю, что американская валюта уже давно против иены была бы в районе 115. Но пока вот ситуация складывается таким образом, что отработка данной длинной идеи немного затягивается. Но мы все равно сделаем цель и по данному дуэту активов, потому что тот анализ, который мы проводим, он фактически не дает нам возможности делать других выводов. Евро против доллара европейская валюта снижается. Я думаю, что такими темпами обвала мы можем реально добраться до планки 1.10, 1.11. Думаю, что вот туда и стоит сейчас отметить. В частности, почему евро так сильно валится? Потому что очень много сейчас опасений по поводу сохранности европейских активов, которые находятся в Турции. Особенно это актуальная тема с банками. Я говорил, опять же, еще в пятницу с отсылкой на статью Financial Times. Действительно, вроде бы как она стала основным катализатором этих распродаж. Но если чуть порассуждать, я, честно говоря, даже затрудняюсь объяснить, почему евро настолько лихо реагирует на то, что происходит сейчас в Турции. Потому что, ну да, турецкая экономика немаленькая. По-моему, там совокупные ВВП под 1 триллион, собственно, долларов. Это 1% всей мировой экономики. Но все-таки турецкий фондовый рынок очень маленький. И кому принадлежат эти активы? Я думаю, что нерезидентам, наверное, меньше 20%. Поэтому, почему такая реакция? Видимо, потому что очень много, собственно, долга турецкого принадлежит банкам европейским. И учитывая то, что эти банки и без того сейчас переживают не самые лучшие времена в рамках еврозоны, конечно же, еще одна брешь и причина утечки капитала, потери капитала, скажем так, усиливает общий вот этот резонанс неприятный, который уже имел место быть, когда мы некоторое время назад рассуждали о греческом кризисе, того, как все это скажется на состоянии экономики европейской. Ну, в конце концов, можно зайти и с другой стороны, отметив то, что распродажи евро – это все-таки следствие того, что трейдеры просто бегут из рисковых инструментов. Евро у нас, скажем, эталон рисковых активов, можно выразиться так. То, что происходит в Турции, спровоцирует еще одну волну выхода из развивающихся стран. Ну, в общем, настроение понятно, эти настроения явно не способствуют тому, чтобы сейчас вкладываться в риск. И доказывает это как раз спрос на защитные инструменты. Но, в то же время, я сделаю в качестве такого резюмирующего вывода о том, что, на мой взгляд, распродажи европейской валюты со ссылкой на турецкую тему оказались даже чрезмерными. Ну, мы видим то, что у рынка совершенно другое мнение, и рынок считает, что распродажи являются приемлемыми, и более того, они продолжаются. Ну, и хорошо, нас, в принципе, интересовала нисходящая динамика по евро. Причины мы, вроде бы, как видели изначально в другом, но истинная причина оказалась вот в новостном фоне, который мы изначально не допускали. Добавляем его в общую копилку наших идей и говорим о том, что евро будет продолжать снижаться. Европейский фондовый рынок в целом тоже под давлением. Немецкий индекс DAX, который в тикетах Амакет с ГЕР-30 снижается. Я думаю, друзья, то, что цель 12100 пунктов будет очень быстро сделана, возможно, даже в ближайшую неделю-полторы. Сейчас ГЕР-30 находится на отметке 12328 пунктов. Опять же, это возможность, которую нужно использовать, не упустите ее. Новозеландец продолжает снижаться. Это все, опять же, реакция трейдеров на последнее заседание Резервного банка Новой Зеландии. Мы говорили по сопроводительным комментариям. Если вас интересует их содержание, можете пересмотреть прошлые брифинги. В общем, ставку повышать не будут. И если к этому вопросу вернуться, то не раньше 2020 года. Ну и, конечно же, на Новозеландца, в принципе, оказывает серьезное влияние то, что происходит сейчас в плане общего восприятия риска. Новозеландцы – это тоже один из представителей сырьевых валют. Ну и, возможно, на новозеландский доллар очень болезненно сейчас влияет тема обострения торговых отношений между США и Китаем. Потому что благополучие новозеландской экономики находится в прямой взаимосвязи от благополучия китайской экономики. Тесные, учитывая тесные стратегические партнерские связи. И если мы с вами увидели риск о том, что Китай можно серьезно просесть, если США и, собственно, Пекин, Вашингтон и Пекин не сядут за 100 переговоров, то, конечно же, это скажется на торговом балансе Новой Зеландии. Лоу у нас был зафиксирован по паре на отметке 0,6569. Наша цель 0,65, друзья, делаем ее, выходим из валютной пары, смотрим за тем, как обстоят дела со стороны. Доллар канадец. В пятницу вышли сильные данные по рынку труда, в частности, безработица снизилась с 6 до 5,8%. Занятость выросла практически вдвое, до 55 тысяч. И, казалось бы, почему мы не выросли на этой статистике? Да потому что те же самые сильные данные по инфляции, которые вышли в то же самое время, что и рынок труда Канады, оказались сильнее и оказали большую поддержку доллару. Но я допускаю, что даже если бы и не было этих отчетов по инфляции, все равно доллар сейчас пользуется очевидной поддержкой, исходя из вот этих защитных качеств, о которых я уже говорил. А канадец это валюта сырьевая, поэтому локально мы сейчас видим, как пара доллар-канадец продолжает расти. Это не значит то, что нужно сейчас абсолютно бескомпромиссно брать и закрывать короткие позиции. Я думаю, что по доллару-канадцу нужно попробовать рискнуть и сделать ставку на то, что трейдеры после сильных данных по рынку труда вернутся все-таки к идее повышения процентной ставки. В общем, мои рекомендации сейчас по доллару-канадцу не торопиться с промечевыми решениями, пока поддержать короткие позиции и посмотреть в ближайший день-два, как будут обстоять дела дальше. Я буду держать вас в курсе, друзья, если появится какой-то мощный сигнал, за которого нужно будет развернуться, я вам об этом скажу. Фонд против доллара снижается, статистика по промышленному производству и темпам экономического роста не особо помогла британцу. Очень болезненно на фонд сейчас влияет перспектива жесткого Брекзита. Об этом продолжают говорить все, кто следит за британцем. Сигналы очевидные, железобетонные. Плюс ко всему на рынке даже появилась тема, что те, кто раньше высказывался за Брекзит, уже считают, что это вообще не лучший исход для экономики. Может быть, не имеет смысла провести повторный референдум. Вряд ли, конечно же, он будет. Все-таки решение уже принято. Я предлагаю отыгрывать действительно вероятность высокую жесткого Брекзита, потому что не удается представителям делегаций переговороческого процесса от Великобритании найти общий язык с Европейским Союзом. Фонд уже близок к нашей заветной многосрочной цели 1,25. И пока что фонд действительно позволяет нам очень неплохо зарабатывать. И если уж мы каким-то чудом в ближайшие недели реально доберемся до поддержки 1,25, я, как уже говорил, снова отнесу фонд к числу дружеских активов. Потому что фонд лично в моих глазах полностью реабилитируется, поскольку даст как минимум ровно столько профита, сколько, скажем, мы недополучили в последнее время. Поэтому актуальные сделки и приоритет по британскому активу, снова, как и раньше, продажа. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся в ходе следующих брифингов. Собственно, уже завтра в 9.30 по московскому времени будем разбирать, опять же, итоги торговой, текущей торговой сессии. И уверен, учитывая, как лихо мы начали сегодняшние торги, нам точно будет о чем поговорить. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.